Друзья, ну и чтобы, так сказать, разговор не был голословным, сразу сходу у нас есть гости, люди, которые буквально только что, ну не знаю, несколько дней назад вернулись с чемпионата мира по футболу, и это не сборная России. Это футбольные фанаты Руслан Набиев и Василий Марчук. Ребята, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Ну, вообще, с чего все начиналось? Вы футбольные фанаты или просто поехали туда, как на чемпионат мира, на события, которые происходят раз в четыре года? В отличие, наверное, от большинства людей, которые присутствовали на стадионах, на наших мы на самом деле очень давно смотрим футбол, и начали мы бронировать все еще в октябре месяце. В октябре месяце. Руслан? Ну, как сказал Василий, да, мы любим футбол, мы болеем за нашу сборную, вообще, в принципе, мы любим красивый футбол, неважно, российская сборная или колумбийская сборная, и готовились, да, мы к этому событию очень давно. Но сразу понимали, что это будет трудозатратно и финансово затратно, но, тем не менее, решились. И не пожалели ни разу. Хорошо. Ну, готовились заранее еще и футболки, я так понимаю. Вы их в Иркутске делали. То есть, полностью самостоятельный дизайн, друзья, это не сувенирная продукция. Спасибо, ну, прекрасному дизайнеру Катерине, которая нам помогла с этим, сделали футболки. Решили, сначала это было приколом, сейчас уже это, видимо, станет какой-то футболкой исторической. Да, историческая футболка, которая создала практически победу нашей сборной. Начали бронировать билеты заранее, давайте сразу поговорим о цене, потому что она беспокоит. Беспокоит, по крайней мере, меня тоже. Считает, что поездка на такие чемпионаты, это очень дорогое и затратное. Руслан, ты уже рассказал. Сколько, ну, если не секрет, сколько стоили билеты на матчи? Вы были на нескольких матчах, давайте... На трех матчах билеты нам вышли на одного в 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей на три матча. Ну, зато события. Зато события, да. Зато события. На каких матчах были? Мы были в городе Казань на матче Испании и Ирана, в городе Сочи на матче Германии и Швеции, и в городе Самаре на матче нашей сборной и сборной Уругвая. То есть вы еще не только между стадионами, вы еще и между городами покатались. Паспорт болельщика дает какие-то бонусы при перелетах? При перелетах мы, на самом деле, не застали каких-либо бонусов, потому что не получалось. То есть по передвижению, например, на жизнедорожном транспорте, да, были специальные фанатские поезда. Вот, например, мы из Самары в Москву возвращались на фанатском поезде, билет был абсолютно бесплатный. Также по передвижению на общественном транспорте в городах тоже бонусы. День матча, проезд бесплатный. Ну, на самом деле, бонусов много. Хорошо. Ну, ладно, с меркательными вопросами закончили. Перелет к эмоциональной. Самый крутой матч из тех, на которых вы побывали, который больше всего понравился и запомнился? Да, конечно, Россия и Уругвай. Эмоциональная Россия и Уругвай. Эмоции, конечно, были плохие, но что поделать их. Ну, кстати, да, это же единственный, получается, проигрышный матч, до который попали и видовы. Может быть, все-таки футболки, они не в ту сторону работают. А как атмосфера в городах? То есть вы побывали не только на стадионах, но и вне их, где фанаты веселятся, радуются. В день матча начинается все в самолетах. Мы летели с иранцами в Казань и уже кричалки начались в самолете. То есть ты выходишь, ты не видишь неулыбающихся людей, люди на праздники. То есть чемпионат мира по футболу это же не только матчи, это весь день матча. Это начинается с главных площадей города и заканчивается все это вечером в барах. Вот, да, я бы хотел отметить еще атмосферу именно послематчевую. Начиная от выхода со стадиона и заканчивая какими-то движениями уже в центрах города, там, где, например, находились. Особенно хотел бы отметить день матча, когда наша сборная играла с Египтом. Мы как раз в этот день были в Москве. На матч, ну, матч проходил в Санкт-Петербурге, да, мы хотели попасть в фан-зону. На Воробьевых горах. Попасть туда просто не получилось, потому что фан-зона, которая рассчитана на 25 тысяч человек, нам сказали, что она переполнена. А, а, уже было больше. Уже была за два часа до матча переполнена. Мы простояли в очереди на вход, туда не попали, поехали в центр города. И застали народные гуляния. Это было просто невероятное ощущение, когда, на самом деле, не только российские фанаты, да, российские болельщики, а вообще там такой интернациональный состав и аргентинцы, и мексиканцы, и все нации, которые присутствовали в это время, там поздравляли российскую сборную. Ну, атмосфера просто непередаваемая. Ну, то есть атмосфера дружбы, действительно, да, нам со всех сторон говорят, что вот все хорошо, все радуются, веселятся. То есть это не пустые слова? Это не пустые слова. Действительно так и есть? Да, конечно. Слушайте, ну, шикарно. Тогда такой вопрос, когда вы попадаете непосредственно в город участника, что впервые встречается? То есть инфраструктура, она же тоже перестроена под чемпионат мира по футболу. Какие-то, я не знаю, баннеры, флаги и так далее. В каждом аэропорту, в первую очередь, стоят люди, специально подготовленные волонтеры, которые нам могут ответить на твой любой вопрос. Есть, безусловно, бесплатные шаттлы до центра города из аэропорта. То есть что сделано для болельщиков, чтобы им было удобно? Ну, то есть, каков уровень именно организационный чемпионат мира? Было бы с чем сравнить. Вот, да. Вот в следующий раз поедем, может быть, скажем. Пока сравнивать не с чем. Ну, хотя я был в прошлом году на финале Кубка Конфедерации. Так. И на самом деле на чемпионате мира как-то видно, что сотрудников, работающих конкретно для помощи болельщикам, их гораздо больше. А удалось ли, я не знаю, какую-нибудь знаменитость застать? Потому что, ну, многие говорят, что просто гуляй в толпе. Там или какие-то звезды, или футболисты, или какие-то поп-идолы. В Москве, например, я видел, ну, ведущих новостей с телеканалов центральных, российских, гуляющих в толпе. Так, чтобы прямо там, знаете, Филипп Киркоров где-то там отмечался всеми на Красной площади. Нет, не застали. Ну, и слава богу. Настроение было из его песни. Настроение было довольно-таки. Ну, кстати, насколько мы знаем, да, на стадионах алкоголь все-таки присутствует. Спонсорский контракт. Спонсорский контракт. Да, не имеет права страна-организатор не наливать на стадионах. Это тоже было здорово. Нет ли, то есть, ваше знакомство с чемпионатом закончилось на стадии групповых матчей. Не было ли желания, так сказать, не уезжать, а остаться там и, может быть, как-то продолжить? Я продолжу. Ну, Василий, да, поедем. Василий, вы куда? Матч за третье место. Матч за третье место. 14-го? За 14-го, верю. Слушайте, надо будет, когда приедете, еще раз пригласим в программу и расскажите, каково это было. Ну, и последний вопрос, который немножко, может быть, в стадию философского, может быть, в стадию социального немножко в сторону уйдет. Нужны ли подобные события для страны? Определенно. Ну, люди оккультуриваются, по крайней мере. Не нравится, как наши люди болеют. У нас с этим все плохо, потому что для многих людей чемпионат мира, еще раз говорю, это какое-то место модное такое, где можно снять фоточки какие-то в инстаграме, что-то еще. А вообще нужно, и нужно просто смотреть, как живут люди в других странах, как они радуются жизни. Это первое, самое главное, что получилось в этом чемпионате. Здорово. Ну, и на следующий чемпионат мира? Если выйдут, поедем. В Катар, там очень дорого, наверное, поездом надо подходит. Еще дороже, чем в Москву. Как бы странно это не звучало. Спасибо большое за то, что пришли, спасибо большое за то, что рассказали, каково это побывать на чемпионате мира. Ну, и за футболки отдельное спасибо. Надеемся, что все будет хорошо. И, колюш, вы пришли, так сказать, в усах надежды, в символе наших побед. Вот как вы думаете, как сыграют наши сборные в четвертьфинале со сборной Хорватии? Без пенальти выиграем. Выиграем без пенальти. Мы надеемся только на победу. Только на победу. Ну, а примерный счет давайте в сухую, не в сухую? Не в сухую. Не в сухую? Нет, к сожалению, нет. Ну, допустим, 2-1, ладно. Потому что у вас 2, а я этим. Я почему-то думаю про 3-2. 3-2. Но посмотрим, посмотрим. Первое предсказание на сегодня есть. Вы, конечно, не котики и еноты, которые делают, и прочие животные, которые делают предсказания. Но надеемся, что все сбудется, потому что в победу сборной мы все-таки верим. Руслан Набиев, Василий Марчук. Футбольные фанаты были у нас в гостях сегодня. И, в общем, замечательное событие, как оказалось, этот чемпионат мира по футболу. Мы продолжаем нашу программу.